Лучший среди тысячи. Проект от шабуров к пустоварам. Пустозерского музея выиграл грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он будет реализован на территории села Тельвиска и деревни Устье и станет продолжением проекта древними дорогами Пустозерия по созданию экскурсионного маршрута в первый русский город в Арктике. Кто такие шабуры и пустовары и какие интересные события пройдут в Припечоре, разбирался наш корреспондент. Шабур вообще в словаре дали, если вы залезете, это старая, поношенная, как правило, рабочая одежда. Местный житель шабуром называли поношенную малицу. Мы-то делаем вывод на основании этого названия только то, что телевещане – это, вероятнее всего, очень работящие люди, потому что, наверное, ходили все время в рабочих малицах. Если телевещан раньше называли шабурами, то прозвище пустоваров досталось жителям соседской деревни Устье. На что они не обижались. Еще бы, пустовар – это фирменное рыбацкое блюдо, которое готовилось из белой рыбы и заправлялось мукой. Вкус, говорят, необыкновенный. Сейчас эти два населенных пункта стали главными героями проекта Пустозерского музея. Ведь именно через них лежит дорога к первому русскому городу в Арктике. Поэтому, чтобы реализовать свой проект, сотрудникам музея нужна помощь местных жителей. Кстати, те к историческому сотрудничеству уже готовы. У них очень много там, на самом деле, есть идей. То есть, можно подключить предпринимателей местных. Это сувенирная продукция, то есть, научить, как это делать. У нас есть очень активный совет ветеранов. То есть, у них есть свое помещение, в котором они занимаются, различные кружки у них проходят. И если Пустозерский музей сотрудники и те люди, которые будут проводить эти мастер-классы, им покажутся, я думаю, это 100% будет использоваться популярностью, будет интересно. Кроме мастер-классов, в рамках проекта запланировано много мероприятий и конкурсов, а также благоустройства поселков. Там может появиться и гостевой дом, и сувенирная лавка. Для жителей поселения – это вопрос занятости. Для туристов и работников отрасли – развитая инфраструктура. Мы предполагаем установить в рамках работы над проектом причал в деревне Устье, для того, чтобы лодки и музей заповедника, и жители могли останавливаться в летний период времени. Есть еще хорошая идея, которая тоже получила поддержку фонда Тимченко. Это идея благоустроить немножечко и Тельвиску, и Устье, и установить там малые архитектурные формы, скульптуры. Но мы предлагаем телевичанам и устьянам подумать над тем, как же будет выглядеть скульптура шабура в Тельвиске и скульптура пустовары в Устье. Еще сотрудники музея выпустят брошюры, посвященные местным блюдам и костюмам. Всего на мероприятие в рамках проекта «От шабуров к пустоварам» будет потрачено почти 700 тысяч рублей. Эти средства музей-заповедник Пустозерск выиграл на всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». На него было подано более тысячи заявок. До финала дошли только 58 проектов, которые будут реализованы по всей России в 2017-18 годах. Сейчас у сотрудников Пустозерского музея горячая пора. Впереди реализация проекта. И результаты, надеется, историки будут вкусными и красивыми. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!